Сегодня на богослужении звучит, он взял пять хлебов и две рыбы, возрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим. В чем смысл чудо-насыщения пяти тысяч? Как зародился обряд преломления хлеба? Пришло время прочести Евангелие дня. Отец Стахий, пожалуйста. Прочтем Евангелие от Марка, начиная с 6 главы 35 стиха. И как по времени прошло много, ученики его, приступив к нему, говорят, место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения, купили себе хлеба, им нечего есть. Он сказал им в ответ, вы дайте им есть. И сказали ему, разве нам пойти купить хлеба, динариев на 200 и дать им есть. Но он спросил их, сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите. Они узнав сказали, пять хлебов и две рыбы. Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве. И сели рядами по 100 и по 50. Он взял пять хлебов и две рыбы, возрев на небо, благословил и преломил хлебы. И дал ученикам своим, чтобы они раздали им. И две рыбы разделил на всех. И ели все. И насытились. И набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов, было жеевших хлеба около пяти тысяч мужей. И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону, к Вифсаиде, пока он отпустит народу. Замечательный отрывок, растолкуем его после небольшого сюжета. Название города Вифсаиды с арамейского языка переводится как «дом рыбака». Исчезнувшее с карты земли поселение находилось на северном берегу Галилейского моря. Иудейский историк Иосиф Лавий, бывший одно время губернатором Галилеи, в книге «Иудейские древности» рассказывает, что город относился к области Гавланетита. Ныне это голландские высоты. Он же отмечает, что Иордан течет в двухстах метрах от города. Поселение идентифицируется сегодня либо с развалинами поселка Эттель в трех километрах к северу от Галилейского моря, либо с прибрежными развалинами города Эль-Арадж, большей частью лежащие на его дне. Эти два пункта находятся в 40 минутах ходьбы друг от друга. В любом случае, именно здесь, на востоке от реки Иордан, недалеко от его устья, произошло чудо, сотворенное Христом, которое принято называть «умножение хлебов». Своим ученикам, как свидетельствует святой евангелист Марк, Господь велел отдохнуть на берегу, ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда. Однако люди, ища Иисуса, о Котором уже шла слава, как о проповеднике и целителе, устремились за ним. Христос целый день лечил больных и помогал советам нуждающимся. День подошел к концу, и, казалось бы, всем пришла пора расходиться. Люди устали и проголодались. И тогда ученики предложили сходить и купить хлеба несчастным на ту сумму, какую они считали возможным истратить. Марк называет 200 динариев. Это примерно соответствует 800 граммам серебра. Далее Марк описывает само чудо. Если в Евангелии от Иоанна указывается, что Господь накормил народ двумя рыбками и пятью хлебами, которые нашлись у одного мальчика, то у Марка хозяин провизии неизвестен. Тем не менее, пять тысяч человек насытились. Совершая это чудо, Господь, по слову Евангелиста, воззрел на небо и, прежде чем дать хлеб ученикам, благословил и преломил его. Преломлением хлеба книга деяний и апостольские послания называют Евхаристию – Таинство Причащения. – Тетстахи, какие еще смыслы заключены вот в этом чуде умножения хлебов и рыбы и насыщения пяти тысяч человек? – Очень часто можно встретить среди людей, которые все равно как-то душой о Боге задумываются, но сатана которых искушает, и они говорят, ну, церковь нам, в принципе, не нужна. Ну или нет, мы даже не против, пусть она существует, может, кому-то туда нужно ходить, а мне не нужно. Или нет, я даже туда загляну, буду ставить свечечки, целовать иконки, даже не жалко, там на храм что-нибудь закину, пожертвую, как бы, ну, пусть стоит красиво, на район украшает. Ну вот батюшки, да и батюшки иногда что-то интересное могут и по телевизору сказать, но я все равно там исповедоваться, причаться не пойду, ну, зачем это вот все, какие-то посредники, зачем это нужно, вот я с Богом как-то и так общаюсь, либо вообще в душе, наполненной нераскаянными грехами, либо даже вот в храм прихожу, как построили храм, ну вот я туда там пришел, помолился, батюшку поприветствовал и ушел. Вот это чтение, оно как раз очень важный практически момент, который внять бы всему населению нашей страны. И тем более, как Господь говорит, придите ко мне все труждающие, все обремененные, и я дам вам покой. Вот сейчас, если кто-то из людей воцерковленных так переживает какие-то внешние события, вот это чтение очень полезно прочитать, потому что Господь здесь и решает обычные земные проблемы людей. Ну, это самый вот такой простой, доступный смысл. Господь потом даже сетовал, вот вы ходите за мной не потому, что ищите Царство Небесное, а потому, что ели хлеба и насытились. То есть потом это даже такое, как реклама была, но Господь говорит, ну, какой-то вот контингент пришел людей, нечающих спасение, решение земных проблем. Нет, Господь может решить земные проблемы, и это тоже как раз некий повод нам не особо переживать. Хотя, конечно, состояние может быть нервным. Но все-таки здесь еще очень важно для нашего народа, народа, безусловно, христианского, но тем не менее, народа, потерявшего вот этого церковленность, вовлеченность в общение с Богом в Таинстве Церкви, увидеть, что делает Господь. Господь берет, преломляет и дается ученикам, говорит, вы накормите, не Господь идет кормить. То, что вот уже в видеосюжете сказано про Евхаристию, действительно, Евхаристия. Здесь и речь идет иногда, люди приходят тоже работать не очень хотят, говорят, батюшка, вы нас там покормите, там денег нам дайте, квартиру оплатите. Вот, видите, батюшка, мы-ка снимаем квартиру, я говорю, ну и я снимаю. Ну, батюшка, ну вот давайте вы и за свою, и за мою там заплатите, а не то как-то, что это вы за одну свою только платите. И нет, конечно, тут речь о дарах духовных. О дарах духовных, что Господь показывает, я вознесусь на небеса, я оставляю священников. Они такие же, как апостолы, люди слабые. Как апостолы разбежались, как апостолы там бросили Христа, так и священники, они люди несовершенные, бестолковые, там коснеязычные и так далее. Ну, каких оставил Господь, таких оставил. И Господь через них именно об нас заботится. Поэтому, если ты хоть как-то уважаешь Христа, если ты считаешь, что с Ним какое-то общение поддержишь, если ты считаешь себя как-то христианином, но пока еще до церкви не дошел, или кто-то из твоих близких не дошел, кому сегодняшний отрывок евангельский можно посоветовать почитать, то, конечно, этот отрывок надо прочесть и идти. Идти к священнику, который может там какой-то, он и толстый, или слишком худой, или еще какой-то. Вот приходишь, в него исповедуешься, причащаешься, и ты через это соединяешься с самим Христом. Фестахин, в эпизоде сказано, что не только 5000 человек насытились, там еще и осталось 12 коробов. Вот что это означает? Конечно, если бы эти короба не остались, вот наше бы символическое толкование о том, что это и даже до сегодня, ну, можно было сказать, нет, это, ну, ситуативное. Вот Господь, когда рядом с учениками был, вот он ходил, а если бы я пришел и увидел, что вот Господь ходит ножками среди батюшки, я бы тоже бы тогда причащался. Ну, нету, где, покажите, спецэффекты какие-то, баллограммы, что там. Нет, ну, Господь, говорит, остается. Потому что Господь же нередко покидал, и в Евангелии от Марка, хоть оно очень лаконично, но постоянно мы встречаем, Господь взял, оставил и народ, и учеников, пошел отдельно помолиться. А при этом ученикам что-то оставляет. Поэтому и то, что сейчас Господь вознес на небеса, а благодать его осталась. Ну, и опять же, вернемся на то, что нам, конечно, ой, батюшка, о духовном, духовном, мы же там, о материальном, все равно беспокоимся, завтра на работу, с утра идти. Но Господь мало того, что решит нашу проблему земную, Он еще и решит с таким запасом. Поэтому вот ты как рыба в лед бьешь и без надежды на Господа, а на Господа, если будешь уповать, то и проблема, когда это будет тебе полезно для спасения души, разрешится, причем разрешится с запасом, что 12 коробов против новых проблем еще останется благодати Божией.